Казахстан и Иран будут совместно противостоять терроризму. Об этом стало известно на пресс-конференции, которая прошла в Аккорде. В Уральске стали чаще воровать на объектах бизнес-структур. Об этом стало известно на очередном совете по защите прав предпринимателей. В Уральске автовладельцы по-прежнему припарковываются там, где захотят, не обращая внимания на запрещающие знаки. Казахстан и Иран будут совместно противостоять терроризму. Об этом сказал президент Исламской республики Иран Хасан Рухани на пресс-конференции. По итогам встречи с главой государства Нурсултаном Назарбаевым в Аккорде. В своих переговорах мы коснулись проблем нашего региона, кризиса в нашем регионе. О том, как мы должны сотрудничать, особенно в области противостояния терроризму, который представляет угрозу для наших стран. Сегодня в Ираке и в Сирии воцарились интересы, которые беспокоят всех. Мы должны сообща решить эту проблему и вернуть стабильность и безопасность в этих странах. Достигнуто договоренность объединения усилий на пути с такими угрозами, как распространение исламофобии, терроризма и джихадизма. Договорились о тесном сотрудничестве в борьбе против террора, экстремизма и преступности. Договорились наращивать сотрудничество в таких международных организациях, как ООН, ШОС, Организация Исламского Сотрудничества и Совет Азии. С 1 января 2017 года размер пенсии увеличится на 9%. Также в среднем на 7% будут увеличены все социальные выплаты. Об этом сообщают сотрудники областного филиала Государственного центра по выплате пенсий. Как отмечают специалисты, увеличение связано с ежегодным ростом уровня инфляции и соответственно размером минимального расчетного показателя и прожиточного минимума. Наши корреспонденты продолжат. Согласно указу президента, в следующем году увеличится размер всех социальных выплат. Размер месячного расчетного показателя увеличится до 2269 тенге. Минимальный размер заработной платы будет равен прожиточному минимуму и составит 24 459 тенге. Самая маленькая пенсия достигнет 28 148 тенге. В целом же размер пенсии увеличится на 9%. Как отмечают сами получатели выплат, повышение пенсии несоизмеримо с ростом цены. В текущем году это особенно заметно, заявляют пенсионеры. Я 34. С добавкой будет все побольше. А так минимальность у нас 34. Индарь, вторая группа. Вообще хватает вам? Ну что хватает? Элементарного продукта хватает. Ну продукта только хватает. Нарекасу нет. Я считаю, что нам супруга еще повезло. Я получаю 47, она 55 тысяч тенге. Нам еще хватает. А вот те, кто получает минимальную пенсию, думаю, не потянут. По традиции, со следующего года увеличатся пособия на содержание ребенка до года. Пособия на ребенка в связи с уходом за ребенком до достижения возраста одного года. На первого ребенка в этом году будет составлять 13 тысяч 70 тенге. На второго ребенка 15 тысяч 452. На третьего 17 тысяч 812. На четвертого и более 20 тысяч 195. Специалисты обращают внимание, на 20% пенсия будет увеличена в июле следующего года. С 1 января 2017 года мы уже произвели повышение пенсии на 9%. Данное поручение повышение пенсии на 11% с 1 июля 2017 года. Которое было озвучено на собрании, посвященное 25-летию независимости Казахстана. И с 1 июля 2017 года также будет увеличен размер единовременного пособия в связи с рождением ребенка на 20%. С 1 же января увеличится и размер единовременной выплаты пособия на рождение ребенка. Так, на 1, 2 и 3 ребенка мамы смогут получить свыше 71 тысячи тенге. Родив четвертого малыша, получат около 119 тысяч. Мамы, которые уйдут в декрет, будучи работой, смогут оформить пособие до 40% от заработной платы. С учетом всех отчислений. Также с 1 января на 7% увеличатся все остальные социальные выплаты, включая пособия по инвалидности и потере кормильца. Марина Горбук, Нурван Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-42. В Уральске стали чаще воровать на объектах бизнес-структур. Об этом стало известно на очередном совете по защите прав предпринимателей, где были заслушаны и рассмотрены самые проблемные вопросы. Все подробности в следующем сюжете. Как стало известно, в течение года за помощью в палату предпринимателей обратились сотни бизнесменов, и у каждого своя проблема. Самое главное, что практически 80% обращений имеет положительный результат. Это говорит об эффективности работы совета по защите прав предпринимателей. Мы представители бизнеса. Мы озвучим те большие темы, которые волнуют не одного какого-то бизнесмена, а волнуют многих бизнесменов. Учитывая, что задача стоит в целом, экономика должна уходить от нефтяного сырьевого значения в инновационную, то для города Уральска задача только одна. Доля вклада в развитие нашей области, города, безусловно, зависит от того, чтобы была хотя бы половина бюджета формировалась за счет бизнеса. А для этого нужно создавать условия. Также в ходе обсуждения проблемных вопросов стало известно, что на территории бизнес-объектов выросло число краж чужого имущества по сравнению с прошлым годом на 17%. Для того, чтобы сохранить свое имущество, прокуроры предлагают сделать следующее. Следует подготовить аудио-видеоповещение, а также бумажные продукты, памятки, брошюры и так далее. Посетители должны быть обязательно предупреждены о видеонаблюдении и о договорах с охранными организациями. Предупреждения должны быть отражены на видных местах, то есть на входных дверях, стойках кассы, возле гардероба и другое. Выяснилось, видеокамеры действительно помогают зафиктировать момент кражи, однако зачастую вор не несет наказания. Представители бизнеса очень интересовал процент раскрываемости таких краж, но озвучить его исполнительные органы не смогли. Когда я год назад подала заявление, видеокадр, причем у себя в сети-центре, у меня в сети-центре украли портмонет, видеокамеры, все мы представили, видеоматериал, даже полтора года прошло, и ноль. Никаких сообщений от правоохранительных органов, ничего совершенно хорошее. Заявление поступило? Конечно, конечно. Причем на съемках этой видеокамеры конкретно видно лицо вот этой женщины, как она лезет ко мне в сумку. И какой эффект? Даже какой бы материал мы не представили правоохранительным органам, я не знаю, либо там такой поток этих землей. Исходя из претензий предпринимателей, члены совета попросили прокуроров к следующей встрече подготовить информацию о раскрываемости краж. А в завершении состоялось награждение членов совета предпринимателей. В числе тех, кто получил награду, представители ТО ПСП «Серик». Олег Великий, Мохаммед Консултанов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Далее в выпуске мы представим вашему вниманию не менее интересные события в специальном видеообзоре. КНБ начал спецоперацию в Алматы и трех областях Казахстана. Комитетом национальной безопасности 21 декабря начата спецоперация по нейтрализации на территории страны ячейк религиозно-экстремистской организации от ТАКВИР УАЛЬХИДЖРА. Оперативные мероприятия проводятся одновременно в Алматинской, Актюбинской, Атураусской областях и городе Алматы. По подозрению в разжигании религиозной розни и участии в деятельности запрещенной организации задержаны и доставленные в территориальные органы КНБ 16 человек, сообщается на сайте КНБРК. По данным пресс-службы КНБ, последователи от ТАКВИР УАЛЬХИДЖРА одобряют действия террористов в Сирии и Ираке, а также в целом отрицают светскую форму правления и конституционные законы страны. Данная организация признана экстремистской судебным решением в 2014 году. Ее деятельность запрещена на территории Казахстана. Включена в перечне террористических организаций в США, России, Китае, Египте, Ливии, Марокко, Таджикистане, Узбекистане и ряде других стран. Комитет национальной безопасности будет сообщать о ходе операции и результатах дальнейшего следствия. По факту крушения самолета Су-27 в листол до Кургана проводится досудебное расследование. Досудебное расследование проводится по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 464 Уголовного кодекса Республики Казахстан, нарушение правил полетов или подготовки к ним. Под руководством специального прокурора Главной военной прокуратуры создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников отдела военной полиции Талдыкурганского гарнизона и Южного регионального военно-следственного управления МВД Республики Казахстан. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причины фактических обстоятельств происшествия. А сейчас срочная информация, которая к нам поступила. Су-27 мог упасть в листол до Кургана из-за неполадок с топливной системой. Такое предположение сделал бывший министр обороны, ныне депутат Сената Мухтар Алтенбаев. Напомним, вчера, 21 декабря, самолет Су-27 потерпел крушение во время выполнения учебного полета в ночных условиях примерно в 25 километрах от города Талдыкурган. Сенатор отметил, что данная ситуация, при которой отказывают оба двигателя, является редкой. Ситуация сложная, потому что летчик был уже на кругу. Высота небольшая, летчик хладнокровно очень грамотно отвернул самолет от населенного пункта. И когда убедился, что падение самолета не причинит ущерба внизу, он катапультировался, добавил сенатор. Бывший министр добавил, что летчик жив и абсолютно спокойно докладывал ситуацию. Сейчас летчик должен находиться в госпитале согласно официальной процедуре. Алтенбаев также не исключил, что его могут поощрить. А причину ЧП сейчас выясняют. Ну, причина, я думаю, просто, даже, наверное, дороследно, это связано что-то с топливной системой или с топливом. Есть особенности подготовки топлива в зимних условиях. Сейчас, видимо, комиссия будет проверять, насколько это все выполнено. Штрафы в преддверии Нового года в Уральске. Автовладельцы по-прежнему припарковываются там, где хотят, не обращая внимания на запрещающие знаки. Наши корреспонденты убедились в этом, выехав на рейд вместе с представителями местной полицейской службы. Подробности в сюжете. С каждым годом суммы штрафов неизменно растут, но даже это не пугает автовладельцев. Они паркуются где захотят и как захотят. Так на парковке перед железнодорожным вокзалом установлен знак, разрешающий парковаться лишь автовладельцам с ограниченными возможностями. Или тем, кто их сопровождает при наличии всех документов, подтверждающих данный факт. Но по факту там паркуются все, кому не лень. Кто уже ведет к штрафу в размере 50 МРП. Были выявлены факты за нарушение требований дорожного знака «Инвалид», за нарушение статьи 597, ч. 4. Данный знак не распространяется только на водителей, которые имеют инвалидность первой и второй группы, а также которые перевозят инвалидов первой и второй группы. Но при этом у них должен присутствовать опознавательный знак инвалида на заднем лобовом стекле. Сами автовладельцы свое оправдание заявляют, успешили, поэтому не заметили знак. Нет, на 5 минут заехал. Я прямо вот так подъехал. К слову, штраф в размере 50 МРП равен сумме в 106 тысяч тенге. Только во время сегодняшнего рейда было оштрафовано 5 нарушителей. И данную сумму существенно ударят по карман автовладельцев в преддверии новогоднего праздника. Рустам Ашарипов, Монарбек Ушалиев, Рустам Джумашев, телеканал ТТК 42. В Уральске владельцы бизнес-объектов продолжают незаконно подключать газ. Сегодня сотрудники расчетного центра коммунальных услуг вместе с представителями «Газ-Трансгаз Аймак» выехали в очередной рейд, чтобы определить такие объекты. Один из них был обнаружен в районе улицы Жангирхана. Выяснилось, что владельцы объекта самостоятельно провели газ в помещение. Как рассказал охранник, на этом месте идет строительство фитнес-центра. И газом они в настоящий момент не пользуются. И все-таки нарушения налицо. Поэтому специалисты «Газ-Трансгаз Аймак» не раздумывая отрезали в помещении газ. Как рассказали сотрудники расчетного центра коммунальных услуг, такие отключения приходится производить как минимум 10 раз в год. У нас по городу много предприятий, которые занимаются подключением, оформлением газа. За всеми невозможно уследить. Бывают такие случаи, которые самовольно подключают. И мы выявляем эти случаи и наказываем. Это и сказывается на потерях нашей компании. Есть убытки, ощутимые убытки от вот таких несанкционерных пусков. Не бояться проверок сотовых телефонов призывают сотрудники правоохранительных органов. А в городе участились случаи краж, в связи с чем с 22 декабря на территории области проводится оперативное мероприятие «Мобильник». Тему продолжит моя коллега Марина Горбук в еженедельной рубрике «Криминальная хроника». Марина, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Сергей. Мобильные телефоны по-прежнему лидируют в списке украденных вещей и наносят значительный материальный ущерб гражданам. На сегодняшний день уже зарегистрировано около 1800 подобных правонарушений. Поэтому сотрудники правоохранительных органов вынуждены проводить оперативные мероприятия с учетом проверки данных сотовых телефонов граждан. В этой связи просим наших граждан отнестись с пониманием в случае проверки ваших сотовых телефонов на предмет их хищения или кражи. Так, сотовый телефон марки «Самсунг» был похищен 17 декабря текущего года в 20 часов в районе дома инвалидов. Согласно данным правоохранительных органов, телефон принадлежал гражданину 1987 года рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин Т 1994 года рождения. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 188 частью 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Еще одна кража произошла 20 декабря. Приблизительно в 3 часа ночи неизвестное лицо, находясь на мосту Сармодатова, открыто похитил женскую сумку, принадлежащую гражданке 1989 года рождения. Принятыми мерами установлен задержан гражданин М 1996 года рождения. В настоящее время в отношении его ведется расследование по статье 191 частью 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Грабеж. У жителей Уральска были найдены наркотические вещества. 15 декабря текущего года по подозрению в сбыте наркотиков задержан гражданин 1976 года рождения. В ходе проведения обыска по месту его жительства были обнаружены свертки с наркотическим веществом. Были обнаружены изъяты полимерные свертки с веществом растительного происхождения. Согласно заключению эксперта является наркотическим средством Гашиш. Сотрудники Управления внутренних дел во время оперативных мероприятий задержали граждан 1986 и 1976 года рождения при продаже наркотических средств. Выяснилось, что наркотикам оказалась высушенная марихуана общим весом около 9 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 197, часть 1. Ведется следствие. И на этом у меня все. Такую информацию о криминальных событиях, произошедших в последние 7 дней, сообщили нам сотрудники правоохранительных органов. Сергей? Спасибо, Марина. А мы продолжаем наш выпуск. Сегодня в селе Доринское Зеленовского района состоялись традиционные корсуновские чтения, посвященные уроженцу Западно-Казахстанской области, талантливому писателю Николаю Корсунову, которому в этом году исполнилось бы 89 лет. Мероприятие традиционно прошло в Мемориальном музее Шолохова, который был создан по инициативе Николая Корсунова. Подробности в сюжете. В текущем году корсуновские чтения проходят десятый раз, в которых принимает участие школьник не только с Казахстана, но и Российской Федерации города Оренбург. Это событие для западно-казахстанцев и оренбургцев очень важно, так как Николай Корсунов свою деятельность начинал в Западно-Казахстанской области. В Уральске он с 1965 по 1993 года возглавлял областную организацию Союза писателей Казахстана. Затем был вынужден эмигрировать в Россию в город Оренбург. С 1997 по 2008 года являлся председателем правления Оренбургской организации Союза писателей России. Этот человек, который писатель, долгие годы возглавлял писательскую организацию Западно-Казахстанской области. Он был близким другом Шолохова, близким другом Весенжи Могариевы, близким другом Жван Молдогариева, который очень много значится для многих людей, поэтому память его. Мероприятие прошло в селе Доринское Зеленовского района при поддержке местного акимата, а также Генерального консульства Российской Федерации. Генеральное консульство Российской Федерации активно поддерживает такие мероприятия, которые сплачивают наши народы, и они идут из древних наших истоков совместного проживания. Как-то так случилось, что 22 число сегодня, день рождения Николая Федоровича Корсунова, совпадает с 21 числом, днем создания Союза независимых государств, декларация, которая была подписана в Алма-Ате 25 лет назад. И этот конкурс, он также приурочен к этим событиям. За существование конкурсов в нем приняло участие около 500 человек. В этот раз в нем приняло участие 50 человек. Кроме западно-казахстанских ребят, в конкурсе приняли участие и оренбургские ребята. Это традиционно уже получается, что наши ребята участвуют в конкурсе, и всегда что-то завоевывает наши ребята. Я думаю, что и все номинанты общаются. Это очень интересно, потому что мы сами чтим память Николая Федоровича Корсунова. Сами участники отмечают, что подобные мероприятия очень полезны для них, и выразили желание, чтобы такие мероприятия в дальнейшем проходили чаще. Я считаю, что эти мероприятия очень полезны, так как они развивают кругозор, также развивают память и речь учеников. Я думаю, что в таких конкурсах нужно участвовать как можно чаще, так как это будет лучше для самих же детей. Юбилейным конкурсом сегодня были подведены так называемые итоги работы конкурса, в ходе которого по различным номинациям были награждены благодарственными письмами и денежными призами 20 участников. В Уральске выбрали лучшую медсестру прививочного кабинета. Такой конкурс был проведен впервые. Десять представительниц младшего медицинского персонала демонстрировали свои знания и умения на протяжении нескольких часов. Стоит сказать, что выбрать лучшую было непросто. Этого звания была достойна каждая медсестра. Все подробности в сюжете. В конкурсе приняли участие медсестры со всех поликлиник города. Ежедневно они привыкли совсем к другим кричалкам. Ведь больные нередко голосят от боли, лежа в своих палатах. Но сегодня кричали и аплодировали болельщики. Как говорят члены жюри, медсестра должна быть не только профессионалом своего дела, но и уметь убеждать. Сейчас наша комиссия будет задавать вопросы, как вы работаете с населением. Вот мама пришла и отказывается по личному убеждению. Медсестра должна уметь объяснить. То есть она должна быть, как вам сказать, профессионалом должна быть. Она должна в совершенстве владеть той программой, той тематикой, которая сейчас настолько актуальна. Участницы отнеслись к заданиям со всей серьезностью. Готовились к конкурсу очень долго. Медсестрам необходимо было представиться, затем показать, как она работает в прививочном кабинете. В третьем туре нужно было продемонстрировать свои практические навыки. Например, как оказать первую медицинскую помощь. Я работаю уже больше 10 лет. В прививочной практике у меня только 3 года. К конкурсу я готовилась почти 2 недели. Было, конечно, тяжело, волнительно. И сейчас есть волнение такое. По итогам конкурса лучшая была признана медсестра с 20-летним стажем работы городской поликлиники номер 3 Кайролы Гайнулина. Олег Великий, Ербол Аманшин, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. 28 декабря у казахстанских школьников начнутся зимние каникулы. На заслуженный отдых уйдут порядка 40 тысяч уральских детей. В городском отделе образования подчеркнули, что у подростков будет возможность отдохнуть с пользой для здоровья. В городском отделе образования отметили, что каникулы – это тоже важная часть обучающего процесса. И организацией отдыха детей будут заниматься специалисты. Уже разработан график разнообразных мероприятий. Зимние каникулы у нас будут с 30 декабря по 8 января. В это время во всех школах города будут работать бесплатные кружки и секции. Также активно будут работать все внешкольные организации. В этом году у нас введена в эксплуатацию новый дворец школьников, который с января 2017 года будет работать с детьми. В седьмой школе наряжают елку. Здесь полным ходом идет подготовка к утренникам. Поздравлять учеников младших классов будут ученики старших. Поэтому на время они станут сказочными персонажами. На каникулах школа не перестает работать, потому что это самые ответственные, наверное, дни, когда дети свободны, они могут приходить в школу на различные мероприятия. Работают в школе все абсолютно спортивные кружки, спортивные соревнования, спортивные секции тоже также будут работать. Наши ребята в течение каникул будут приходить в библиотеку, где для малышей работает клуб «Веселые пальчики». Сами школьники еще учат уроки и сидят на занятиях, но мыслями они уже предвкушают веселые каникулы. Скоро наступят новогодние каникулы. Это пора волшебства. И очень многие дети любят Новый год. Многие планируют поехать за границу, но я планирую остаться в Уральске и ездить по различным турбазам и весело проводить время. Я хочу провести свои каникулы, съездить к своей бабушке, провести там время. В городе Атрадном это находится, в стране России. Будем наряжать сестренкой елку, будем есть мандарины. Также школьников и их родителей ждут на загородных турбазах Атамикин и Евразия, а также во всех дворовых клубах. Роман Копняев, Мохамбет Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. Приобрести необходимую бытовую технику для дома, сделать подарок близким или порадовать себя в Новый год и при этом сэкономить. В преддверии Нового года возможно даже такое, Сергей. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» устраивает предновогоднюю распродажу. В преддверии Нового года магазин электроники и бытовой техники «Мечта» устраивает грандиозную распродажу. Только с 23 по 25 декабря покупатели ждут скидки на весь представленный товар. Начиная от крупногабаритной бытовой техники, кладельников, телевизоров, стиральных машин до мобильных телефонов и аксессуаров. Качество товара гарантировано. Определиться с выбором всегда помогут опытные продавцы-консультанты. Здравствуйте, уважаемые жители и гости нашего города. Приглашаем вас посетить недавно открывшийся второй магазин «Мечта» в городе Уральске. И в преддверии Нового года с 23 по 25 декабря включительно у нас пройдет предновогодняя распродажа. Вас ждут лучшие товары по суперценам уходящего 2016 года. Приходите, ждем вас. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас. Торговая точка расположена по адресу улица Курмангазе, 69, торговый дом Азиза, в районе Центрального рынка. Телефон 98 15 57. Ярмарка «Российский мед» Горного Алтая и Башкирии, расположенная в гипермаркете Дина, приглашает всех гостей и жителей города за покупками. Пчелиную продукцию в таком широком ассортименте можно увидеть только при посещении медовой ярмарки, на которой представлено более 50 сортов сладкого золота. Медовое изобилие в таком широком ассортименте можно увидеть только при посещении медовой ярмарки. По словам специалистов, эта сладость была, есть и будет востребована и популярна. Ведь мед, помимо сладкого вкуса и душистого аромата, очень полезен как детям, так и взрослым. Помимо меда вы у нас можете приобрести пчелопродукции такие как воск, перга, пропорис, натуральное маточное молочко. Акция у нас продолжается. При покупке одного килограмма меда, полкилограмма меда идет в подарок. Все покупатели уже давно на себе испытали полезные свойства российского меда Горного Алтая и Башкирии. Советую покупать здесь мед, он очень вкусный, у них идет полезная акция, килограмм берешь, полкилограмма в подарок. Очень вкусный мед, я здесь постоянный клиент, постоянно беру, сам лечусь, горло, горло лечу этим медом. Даже в чай можно добавлять, очень вкусно. Напомним, ярмарка проходит в фойе ДК «Зенит», в сети-центре на Восточном базаре, на рынке Алтын-Алма, а теперь и в гипермаркете «Дина». Энергетики Западно-Казахстанской области отметили свой профессиональный праздник. Торжественное собрание по поводу этой даты состоялось в областной филармонии. Работников энергетической промышленности поздравил совместитель Акима области Багдад Азбаев. День энергетики – это профессиональный праздник сотрудников акционерного общества «ЖАЭК Теплоэнерго». В 1960 году в Уральске был произведен пуск первого турбоагрегата «ТЭЦ», а на следующий год началось строительство тепловых сетей. С той поры энергетики обеспечивают наш город не только теплом, но и горячей водой и электроэнергией. «Предприятие обеспечивает электрической тепловой энергией промышленные предприятия и социальные объекты города. Теплом и горячей водой 1160 жилых домов Уральска. Мы на самом деле вот недавно перед праздником увидели, какие у нас специалисты, как они оперативно, аварийная группа работает. Несмотря на низкое понижение температуры, 17 числа сами многие были свидетелями. На самом деле я благодарен тем нашим мастерам, нашим прорабам, которые на этих участках работают. И на ответственный момент на самом деле себя очень сильно проявили. За оперативность еще раз я благодарен вам». На торжественном собрании чествовали старейших работников энергетической отрасли. Звание «Заслуженный энергетик» было присвоено Вячеславу Солодилову, который сейчас является коммерческим директором АО «ЖАИК Теплоэнерго». «Коллектив очень сплоченный. Недавно ситуация, 17 декабря, показала, насколько оперативно мы можем решать ситуацию, которая была не чрезчайной ситуацией, но близка к этому. Когда в 30-градусный мороз, 107 домов было отключено от теплоснабжения, на магистрали произошла авария. Тем не менее мы ликвидировали ее оперативно». Ряд работников предприятия был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами. Роман Копняев, Ербол Амашин, Мохамбет Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. Производственно-снабженческое предприятие «Серик» ежегодно устраивает новогоднюю елку для детей своих сотрудников. В компании стало доброй традицией дарить в этот день малышам подарки и искрометное шоу. Сказочные герои во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой сделали праздник незабываемым. Дети с интересом следят за героями всеми любимых сказок и мультфильмов, где добро обязательно побеждает зло. Но в современном, быстро меняющемся мире появляются новые персонажи. Они очень яркие и креативные. Сотрудники ТО ПСП «Серик» и их дети и внуки к празднику подготовились основательно. Деду Морозу ничего не оставалось, как дарить малышам подарки и говорить слова благодарности. У нас очень хорошее новогоднее настроение. Дети радуются. Спасибо руководству компании, что организовывает такие праздники. Я пришла со своими детишками. Настроение отличное. Спасибо ПСП «Серик». Детишки тоже очень рады. Все замечательно, все на высшем уровне. Спасибо огромное. И детишки зарядились положительной энергетикой и новогодним настроением. Нашим детишкам все очень понравилось. Большое спасибо. Всех поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем нам мира, добра и процветания. Хороводы вокруг праздничной елки, конкурсы и веселые розыгрыши. Без этого трудно представить любой Новый год. Родители подошли к празднику с душой. Каждый ребенок здесь пристал в своем великолепном образе. Фантазии с сотрудником компании явно не откажешь. Дед Мороз на самку вчится. Всем подарки он везет. Праздник дома растучится. Самый лучший Новый год. Вокруг елочки нарядной мы закружим хоровод. Бусы, шайки, гирлянды. Ждем тебя. Мы Новый год. Дед Мороз на самку вчится. Гирлянды и хлопушки. Хорошие подарки. Праздник ярким. В завершении праздничного веселья все участники представления получили сладкие подарки и сфотографировались со своими любимыми героями. Ну а елочка загорелась всеми цветами радуги. Раз, два, три, елочка, три, вон. Роман Копняев, Мохамбет Консултанов, Александр Грабарев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. А я напоминаю, что этот и другие выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем электронном сайте. www.tdk-42.kz До встречи в эфире телеканала ТДК-42. Предлагаем вашему вниманию прогноз погоды на 23 декабря. В Уральске минус 14, минус 27 снег. В Актау днем минус 3, ночью минус 4. В Актубе минус 20, минус 28. В Атырау минус 12, минус 18 солнечно. В Кокшитау минус 31, минус 35 снег. В Костанае минус 27, минус 34. В Казаларде минус 1, минус 11. В Павлодаре днем минус 19, ночью минус 27 снег. В Петропавловске минус 31, минус 36. В Талдукургане минус 6, минус 8. В Тарате минус 1, минус 7 снег. В Усть-Каменогорске минус 2, минус 4. В Караганде минус 6, минус 16 снег. В Шимкенте плюс 2, минус 5. В Алматы минус 3, минус 7. В столице республики Астане минус 14, минус 28 снег. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин